Доброе утро! Скажи доброе утро. Доброе утро! Мы сегодня с Шайли будем делать яблочный, не пирог, а яблочный тарт, наверное, правильно сказать. Яблочный пай. Вот. Сейчас мы... Шайлик, аккуратно, это яйцо. Сейчас я буду делать тесто. Я вас постепенно, по шагам возьму с собой рецепт, как я это делаю. Сразу скажу, я не какой-нибудь кондитер делаю из тех рецептов, которые пробовала, и что нам понравилось. Так что сейчас начинаем первое с теста. Шайли мне сейчас будет помогать тут делать то, что не нужно. Окей. Для тех, кто понимает на иврите, вот как я делаю тесто. Вот этот вот верх. Так что можете установить на паузу и смотреть, что здесь написано. Я все исхожу из 20 граммов масла, потому что оригинальный рецепт 250. Сейчас будем постепенно вам все показывать. Окей. Первый этап наш. Мы берем масло 200-200-200. Тыкаем пальцем детским. Так вот, шайли аккуратно, что ли. Аккуратно-аккуратно, назад-назад-назад доставим ножки. И режем это все масло на какие-нибудь такие вот, я знаю, кубики. Масло не нужно, наверное, чтобы было текомной температуры, хотя, если честно, понятия не имею. Делаю как есть. Вот я его вытащила 5 минут назад. Это 10. И вот это то, что я режу. В общем, короче, как можем. Все это, кстати, я буду делать в миксер. Сейчас покажу миксер. Миксер? Да, в миксер. В общем, и все это закидываю в миксер. Да, это... Сейчас Шайли хочет в миксер кидать. Давай, кидай. Молодец. Окей. Нет-нет-нет, ножик ты не трубишь. Миша, да? Беседер? Бой, а вместе. Держи. По сути, мы с вами делаем песочное тесто, да? Песочное тесто, по-моему, оно называется. Если не ошибаюсь, песочное тесто. Может быть, я ошибаюсь. Их есть разных много видов. Мы делаем именно так. У меня есть весы, и я принесла муку. Мука белая, самая обыкновенная. Хотя я покупала ту муку, которая написана, что она для пиццы. Ну, в общем, мука значения не имеет. И сейчас мы будем класть на весы. Нам нужно 115 грамм муки. Наши весы. Так, и 115 грамм муки. В общем, сами понимаете. 115 грамм муки. Снимать это вместе с ребенком, это была не очень хорошая идея. Давай, бери это. Бери, бери. Аккуратно, двумя руками. И сыпь сюда. Вот. И высыпаем сюда. И теперь мы это все потихонечку перемешиваем в нашем миксере. Вот у меня такой миксер. Мы его сейчас поставим. Обык. Все, моя рука. Нужно как-то делать. Ну. Обык. Я делаю это не на очень большую скорость. Я только его накрую, чтобы он не рассыпался. Где-то на четверку. Пока у нас более-менее будет какая-то однородная масса. Вот. Тем временем мне нужно отсыпать для дальнейшей муки еще 220 грамм. То есть в следующий раз мы засыпем еще 220 грамм. Так что я отсыпаю. На вот таком вот этапе, когда оно уже становится... Подожди, Шайлюк. Мы добавляем 50 грамм. 50 грамм у меня отмерочный стакан есть. Не важно, можно, наверное, на любом стакане. 50 грамм достаточно прохладной воды. Окей. И сюда мы сейчас добавим одно яйцо. Шайли, подожди! Оно рассыпется! Подожди! Яйцо. Молодец, Габи. Одной рукой это невозможно делать, ребята. И немножко соли. Кстати, это... Что я хотела сказать? Немножко соли. Это... Это тесто. Оно и для соленого вида, и для сладкого вида. Для сладкого вида немножко соли, вообще чапотку. Для сладкого вида можно добавить немножко сахара. Но я не буду добавлять сахар, потому что сама начинка, она будет сладкая. Поэтому никогда не добавляю сахар. Я его делаю таким соленым. Ну, не соленым, она не соленая особо. Так. Теперь мы обратно рассыпаем. Секунду, сейчас мы выкинем. И сейчас она будет очень мокрая. И последний этап, что мы сделаем, мы его засыпем, засыпем муку. И так. На четвертую. Вот, видите, оно получилось таким сейчас мокрым. Сейчас Шайли возьмет оставшуюся муку. Шайлик, бери оставшуюся муку. А этот процесс, именно как все добавлять, я взяла рецепт у одного кондитера. У одного кондитера женщины, который именно так, это ее как бы рецепт. Мне нравится этот рецепт, именно есть рецепт с яйцом. Очень многие эти виды теста этого делают без яйца. И мне нравится именно с яйцом. Шайлик, ты берешь муку? Мы ждем муку. Муку, оно более мягче, я чувствую. Да, давайте помогу. Аккуратно, аккуратно. Сыпь. Молодец. Отлично. Кстати, муку можно также аккуратненько просеять, чтобы было... Не знаю, мягче, лучше. Тут не написано просеять. Делаю, как я привыкла это делать. А сразу я уже это сказала. Я не спец, так что делаю, как умею. И мы на той же четвертой продолжаем это все вкусить, пока у нас не образуется тесто. Это уже тот этап, что на самом деле можно его просто рукой собрать и жмякать. Сейчас мы это будем делать. Тем временем я помыла здесь все, рассыпала немножко муки. Ой, сейчас будет у себя в муке, мой телефон здесь будет весь в муке. Так, давайте попробуем вместе его вытащить. Это как-то, как-то мы это попробуем. Так, это мы снимем. Я его просто собираю рукой. Ну, уже достаточно у нас покладистое тесто. Окей, немножко соберу его, чтобы он остался по бокам. И вот это все дело сюда. Так, этого теста хватит примерно на два, на две с половиной формы. Форма как-то, да, Миша, или да, можно? Сейчас. Я его, в принципе, не сбиваю. Сейчас, что я сделаю, первым делом я его порежу на пополам примерно. И половину я положу в морозильник заморозить на следующий раз, а за половину я оставлю для нашей готовки. Где-то так. Ну вот, один... Подожди, подожди, это... Подожди, пупи. Вот это мы положили, в общем, в целлофан. И я просто покладу в морозильник на самом деле. Положим сюда. У меня уже есть старый вариант. Я взяла нашу форму. Наша форма примерно 22-23-24 сантиметра. Где-то так. И сейчас я буду раскатывать просто тесто. Пласть его в форму. Пока еще тепленькая. У меня уже все в этом самом муке. Так, в общем, раскатала. Одной рукой снимать, это вообще жить. Раскатала. И теперь это все тесто я как бы поднимаю. Не знаю, с меня получится одной рукой. Ха-ха. И вот так вот. Мило, мои яблочки, кстати, здесь ждут. Сейчас это тоже отдельная тема вам расскажу. Ну вот. И сейчас я это просто по стеночкам, ну, приклею как бы. А неважно, какая форма, кстати. Это не обязательно специальная форма. Можно любую форму. Потому что пока у меня не было специальной формы. Я делала в самых-самых разных формах. Этот этап сделали. Теперь вот видите, оно не самым аккуратным видом внизу. Внизу. Внутри. Это ируля. Там вот яблоки. Теперь беру вилку. И делаю вот. Вы не видите. Ой. Сделаю. Так, предварительно тесто я не кладу в духовку. Я духовку, конечно, нагреваю предварительно, перед тем, как сам пай туда засунуть на 180 градусов примерно. Тесто нужно вообще по рецепту правильному, чтобы оно ночь было в холодильнике. Я этого тоже не делаю. Я вот сейчас закончила тесто. Беру его в холодильник, в котором у меня нет места. Вот. И просто ставлю его в холодильник, пока не закончу чистить яблоки и приготовливать яблоки. Вот. Давайте вот его поставим. Место нет, нет. Грохнется. Так, сюда. Вот здесь не грохнется. В общем, просто оно стоит у меня в холодильнике. И сейчас вот этот весь бардак я просто уберу и займусь яблоками. По поводу яблок. Вообще, рецепт оригинальный. Это сделать с сортом Грани Смит. Мне нету Грани Смит, у меня есть Пинк Леди. Что это значит? Это значит, что я буду добавлять меньше сахара. Шарли сдалась. Хотела вам сказать, что еще я тоже тесто делаю. Например, когда я делаю киш. Киш, например, я делаю с грибами. Добавляют немножко лука. Добавляют немножко картошки. И вот тоже самое. То же с тестом. В общем, можно просто делать с сыром. Добавить, например, что-то наподобие коттеджа. Добавить туда какой-то еще сыр. Яйцо в это все вместе. И, в общем, все супер. Или разные овощи. Так что, в общем, это база для меня. Она для всего. Как бы для киши, для пая, для соленого и для сладкого. Я почистила примерно 4 яблока. Это, наверное, много 4 яблока. Может быть, можно даже 3. 4 яблока. Чистилка, кстати, которую я показывала в прошлом влоге. Классная. Чистит отлично. И сейчас я буду резать тонкими дольками. Чистила сердцевину. И я вот нарезаю вот на такие вот дольки. Я пробовала тоже разные варианты, как нарезать. Все-таки дольками мне больше нравится. Я еще, по-моему, забыла сказать, я яблоки тоже предварительно не готовлю. Я сейчас я добавлю сюда лимон. И я как раз поставила в этот момент на 100 градусов. Что еще хотел сказать, что тесто примерно в холодильнике около полчаса. Окей, я добавляю четвертинку. Ария как раз проснулась. дома мы пользуемся кокосовым сахаром, поэтому я добавляю примерно одну или полторы столовые ложки. Вообще обычно в градисмит я добавляю примерно 3, а здесь я добавлю вот такой вот видели как две, одну с половиной примерно. Яблоки не так сладкие и все это сейчас перемешиваю, все хорошо хорошо перемешалось, это стало тесто и в общем перемешала как могла и теперь я просто их вот аккуратненько вот так вот примерно красиво выкладываю. Они не все одинаковые, но ничего страшного, потом их всех красивенько подберем, чтобы выглядело красиво. Я люблю когда очень-очень-очень много яблок, это индивидуально, поэтому я сказала, что четыре яблока, наверное будет много из четырех яблок, наверное конкретно здесь находится три с половиной, потому что половина ушла погрызть одной, погрызть второй, погрызть мне. Вот получился первый слой яблок, у нас еще их очень много, я сказала, что это много три яблока, четыре, поэтому сейчас второй слой положим. Окей, я разложила, яблок осталось, но достаточно много, так что берите с учетом, что нужно три яблока и наверное воспользование будет два с половиной, я так думаю. Сейчас я сюда аккуратненько разложу немножко кусочки масла. Смотрите, я вот так вот делаю, чистил картошки, аккуратненькие такие полосочки, квадратики и кладу это на сам пирог сверху. Примерно покрываю его полностью. Ну что, мы готовы к печке. Печка уже нагрелась. Лучше накладывался на минут, ну сколько минут? Пять-десять примерно. И пою вот так вот. Вы поняли. Вот так вот кладу. И на сорок минут. Мы будем первый раз проверять, как наш пай. Вон он. По-моему, он уже достаточно готов. Прошло сорок минут. И не люблю, чтобы тесто... У-ху. Да, я думаю, что я его буду вытаскивать. Для меня он, кажется, достаточно готов. Я не люблю, чтобы тесто было чересчур. Все, Люлькин, аккуратно. У-ка. Облик. И все. Ну, теперь мы подадим ему немножко отдохнуть. Шали, аккуратно отдохнуть, постоять. Вот. И потом будем нями-нями кушать. Вот наш пирожок получился. Шали. Тыки-тыки-тыки. Не осталось ни одного свободного места на кухне показать вам. Сейчас порезу. Смотрите, как он вышел. Сейчас вам скажу, вкусно или невкусно. Уже? Угу. Саля упался. Ммм. Все вкусно. Сахар вполне-вполне. Попробуй. Ммм, не-мм. Что, пирог нахух вышел. Отлично. Яблокам не просто так нужно было быть, а 4. Должно было быть 4, потому что их мало. Я люблю мундог и яблок. Как оказалось, 2,5 недостаточно, поэтому 4. Это то, что я лично люблю, но 2,5 вполне-вполне. Вполне. Подруга сказала, что вкусно. Шали сказала, мама, невкусно. Так что делайте вывод с вами. А я пока здесь вот. Уи-хоу. Спорт, спорт. Ну, иди, иди сюда. Идет? Ну, залезай. Просто с прогулки на улице такой ветер. Я просто все говорила, как лев. Мы забыли положить корицу. Сейчас Натер делает оставшийся яблок. Такой, как он решил попробовать один день. Сделать типа пирога. Слушайте, у него получилось очень даже неплохо. Получилось, как матрушка яблочная. И сейчас захожу домой, и есть запах корицы. Я думаю, блин, запах корицы положить. В общем, я всегда еще кладусь где-то примерно пол ложки корицы. Может, ложку корицы. На вкус, на глаз, ничего с вами. У нас тем временем обед. Есть такие, которые спят, у которых ветер утомил. А я хочу показать, что осталось от моего пай. Моего пай осталось один кусочек. Так что получился он достаточно-достаточно приличным. Несмотря на то, что я забыла полосить корицу, получился вкусно. Мне девочки сказали, что он не сладкий. То есть он сладкий, но в меру сладкий. Тесто получилось вкусное. Я получила тоже комплименты, что тесто очень вкусное. Так что, в общем, надеюсь, вам было аппетитно. Обязательно, обязательно, если вы что-то делаете, оставляйте мне инфу в инстаграме. То есть тагайте меня или пишите, или показывайте фотки. Будет очень интересно. В свое время давным-давно, когда... А это видео, кстати, есть в кулинарный уголок, я, по-моему, называла. Эти видео, которые мы готовили, где Нетер готовится к шуку. Я помню, что тогда вы мне многие из вас присылали фото, как у вас это получилось. Так что, если вы будете делать этот яблочный пай, обязательно присылайте мне фотки. Очень всегда интересно смотреть. Вот. Ну что, до следующего раза. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok